По максимально горячим следам подводим итоги поединка между командами СКА Нева и Югра. Началась встреча с того, что первым номером старались действовать хоккеисты-гостей. Здесь очень много пересечений, можно было встретить ряд хоккеистов, выступавших в Неве в прошлом сезоне. В этом уже защищают цвета гостей, так было и Золотарем Герасимиком, и Курзанов, и Мельниченко, и еще Матрея Кабуша. Сегодня не было плюс, Югра пыталась действовать максимально жестко, что называется, без прокатов. И вот, пожалуйста, Шен, сольный проход от Александра Шена, и счет становится 1-0. Таким образом, гости выходят вперед, здесь Глеб Саранчук ничего сделать не смог. И, в принципе, в первом периоде гораздо активнее были именно гости, может быть, не по каким-то количеству бросков и опасных моментов, а просто по общему впечатлению от этой игры. И второе общее впечатление от первого периода в том, что Семену Демидову совсем не давали свободу, у него было минимальное количество моментов, когда он мог шайбу обработать и что-то сделать. Это был эпизод у Цибина, но вообще Саранчук сегодня не один выход один на один, простите за тавтологию, нейтрализует. Но это не будем считать за него, но все равно много сейфов совершил у долгихи перармейцев. Это подключение Елизарова в атаку на добивание Саранчук шанса не оставил. Это прекрасный силовой прием Цибина на Смирнове, и команды удаляются с разными мыслями на перерыв. А вот во втором периоде все достаточно быстро изменилось. Армейцы зарабатывают большинство, Смирнов и Романов разыгрывают шайбу, и в касание бросок от Никита Смирнова 1-1. И вот это было первое удаление Югры. Ну и Смирнов так умеет, мы это знаем и по МХЛ, и по МХЛ, и даже по ГХЛ. Мы это точно помним, особенно это помнят в Минске. И не пройдет буквально минуты, как Эмиль Галимов заберет шайбу, попытается обыграться с партнером. Смирнов прекрасно выводит на Демидова, и Демидов отдает Эмилю Галимову. Вот, пожалуйста, у Демидова было там 2,5 секунды подумать, и он сразу же принял решение, отдает Эмилю Галимову. Сейчас становится 2-1, вторая шайба для Эмиля Галимова в высшей, во всероссийской хоккейнике в МХЛ. Так можно было, в принципе, заканчивать эту игру, если бы Романов забросил. Ну, а теперь ошибка спецелка, и Барабанов убегает, и защитник гостей ценой удаления мешает переиграть перед Эмилю Галимову. На этом заканчивается второй период. Ну, и в третьем Югра должна была давить, но вот здесь Осипов чуть третью не забросил, при том, что, на самом деле, он уже видел и сам эту шайбу в воротах, но не получилось. Момент у Гончарова. Армейцы выиграли где-то первые, наверное, 5-7 минут, потом Югра пошла в давление, но в итоге все, закончился бросок Романова, добивание Осипова 3-1, и Осипов, как воспитанник системы Югры, системы хантимансийского хоккея, не стал перед своими болельщиками сильно отмечать эту шайбу, показав ему, что с уважением к ним относятся, но это хоккей, так бывает, вот вы видите, пока Романов, наоборот, достаточно активно решил отметить с ним эту заброшенную шайбу, Осипов и выдавил болельщиков, респекты выразил. Но и вот здесь будет момент у Беляева, убегает он 1-0, абсолютно 1-0, но Саранчук спасает, никакой интриги, нервно-валидольной концовки, после этого уже очевидно стало, что не предвидится. Если бы сразу сделали 3-2, то, конечно, могли бы быть разные варианты, но Сканеваб побеждает команду Югра со счетом 3-1. Продолжение следует...